Привет ребята, в комментах много вопросов про кролика, как себя чувствуют, как устроился на новом месте, не объявились ли хозяева. Нет, до сих пор мы так и не смогли узнать откуда он сбежал и поэтому он еще проживает у нас в ангаре. Кроль занял апартаменты, которых мы настроили уже немало в последнее время. Он неплохо себя чувствует и уже полностью привык на новом месте. Методом проб мы определились, что помимо моркови, он с большим аппетитом поглощает также яблоки и груши. Несмотря на свои внушительные габариты, крольчиха ест совсем немного. Поначалу мы даже волновались за ее аппетит, но знающие люди подсказали, что это нормально для взрослого кроля. Кроли много едят пока растут, а по достижению совершеннолетия потребление пищи сокращается почти вдвое. Однажды кролик заставил нас понервничать. Мы пришли в ангар и застали пушистого вот в таком состоянии. Первая мысль была срочно брать кроля и мчаться к ветеринару. Но все оказалось намного проще. Кроли так спят. В буквальном смысле слова, как мертвое. На самом деле с кролем все хорошо и он оказался довольно активным животным. Стоит открыть клетку, как он тут же выскакивает из нее и начинает бегать по ангару. В связи с этим мы решили построить для него прогулочный домик. Главными требованиями для вольера будут небольшой вес, а также возможность быстрой сборки и разборки непосредственно на месте прогулки. Исходя из этого мы выбрали нестандартный дизайн в форме параллелепипеда, а в виде треугольной призмы. Первым делом нужно заготовить доски для треугольных боковых рам клетки. Чтобы получить красивые рамы нам понадобится стусло. С его помощью мы получим четкие ровные углы под 45 градусов. Боковые рамы сделать легче, они будут прямоугольные. Размечаем и распиливаем все заготовки. Каждую заготовку скрепили между собой при помощи клея по дереву и пары шурупов. Намазываем стык клеем. Далее, чтобы соединение было ровным, нужно стыкуемые доски зажать струбциной. Таким образом, при вкручивании шурупа заготовка не сместится. И после этого можно шуруповертом заворачивать шурупы. Пока мы тут возили со сборкой, крыльчиха несколько раз прибегала посмотреть, чем это мы тут занимаемся. Кстати, в прошлом видосе мы выбирали имя для кролика. Честно скажу, было много интересных и даже ржачных вариантов. В конце видео мы обязательно покажем результаты. А пока продолжим. Сложнее всего оказалось скручивать треугольные стенки. Тут нужно четко выбрать место скрутки, иначе можно загнать шуруп сквозь обе детали. Заднюю часть вольера мы зашьем фанерой, чтобы кролику было где спрятаться от палящего солнца и дождя. Ну и чтобы постройка не была совсем уж скучной, покрасим обшивочные листы аризорной краской. Пока не сохнут, зашьем переднюю часть вольера. В этом месте будет сетка. Нарезаем ее так, чтобы удобно было прибивать степлером. И с шагом где-то в 5-6 сантиметров проходимся по периметру. После высыхания фанеры заканчиваем обшивку. Теперь дело осталось за малым. Переходим к объединению различных частей клетки. В одной из частей крыши предусмотрена дверца, открывающаяся вверх. Дверца крепится к крыше двумя петлями, так как нагрузка на эти петли небольшая, то подойдут практически любые. Фиксироваться дверца будет при помощи шпингалета. Остальные части соединяются между собой также при помощи петель. Клетка уже почти приобрела свой финальный вид. Остались мелочи. По бокам просверливаем отверстия для болтов с барашками. При помощи этих болтов будет реализовываться сборность-разборность клетки. Ну что же, домик готов, позовем жильца на новоселье. Пусть подписывает акт приема передачи. Крольчиха с интересом начала изучать и обнюхивать свой вольер. Давайте запустим ее. Кролик с явным любопытством запрыгнул внутрь, но это и не удивительно. В природе кроли живут в норках, и им комфортно находиться в закрытом пространстве. Там они чувствуют себя в безопасности. Мы решили долго не тянуть, и на следующий же день поехали на прогулку, чтобы испытать вольер в полевых условиях. Как и требовалось, он получился компактный и легкий, а также очень простой в сборке. Один человек запросто может собрать вольер за пару минут. После фиксации барашками конструкция становится жесткой и совсем не шатается. Таким образом мы получили шикарный домик для выгула кроля на природе. Это очень удобно. Кролик находится на свежем воздухе, пасется, и можно не переживать, что он сбежит. Кстати, если по ходу видео у вас возникнет вопрос, почему у вольера нету дна, так вот это не баг, это фича. Мы специально лишили конструкцию пола для того, чтобы у кролика был свободный доступ к свежей травке. Крольчиха тоже задумку оценила и не стала терять время зря. Конечно же мы не могли не взять Мишу с собой на прогулку. Посмотрим, как он заценит нашу постройку. Пес видит, что внутри кто-то есть, но не понимает, где здесь вход вообще. Трава это, конечно, хорошо и полезно, но мы взяли с собой десерт. Интересно, будет ли кроль есть персики? Не хочет. А Миша? Миша, Мишаня будешь? Что? Он реально трескает персики. Ребята, в прошлом видосе с королем мы обещали, что учтем ваши пожелания в комментах и выберем имя для крольчихи. Спасибо всем, кто принял участие, комментов действительно было очень много, вот прям очень-очень. Мы будем выбирать из самых залайканных. Это будет справедливо, ведь эти имена понравились большинству зрителей. На самом деле было очень много красивых и даже смешных кличек. Вот, например, туча, морковка, потеряшка, плюшка, как вам, танк, ха-ха. Кто-то просил назовите Галя Жрать, но один из подписчиков с ником Идрен, или Идран, сделал наш день. Назовите Маслиной. А кто-то из вас ее ловит и кричит, я маслину поймал. Бля, я маслину поймал. Парень, считай, что ты получил приз авторской симпатии. Но так как у нас на канале Демократия и больше всего залайканных комментов было с кличкой Джуди. В честь одноименной крольчихи из мультика Зверополис, то так мы и назовем нашего кроля. Теперь это Джуди. Ребята, кто хочет продолжение видео с кролем, ставим лайк и подписываемся. Сегодня все, пока. Пока-пока.